Май начался для жителей России с неожиданных заморозков, снега и холодного ветра. После отключения отопления у саровчан в квартирах тоже стало холодно. Глава города Алексей Сафонов подписал постановление о возобновлении отопительного сезона. Но в социальных сетях горожане жалуются, что во многих домах тепла по-прежнему нет. Мы вышли на улицы Сарова, чтобы узнать, тепло ли дома саровчанам. Я знаю, что в соседнем доме уютный дом у них включили, а у нас нет. Мы живем в ЖКХ. Холодно, отопление не включили, мерзнем. Дома очень холодно. Вот сегодня звонила, сказали, что по заявкам работают. Ну не знаю, обещали дать. Кубишев 23. Очень холодно. Как ходите? Как? Все, что можно. Одеваем. Даже носки шерстяные. Тепла нет, я замерзаю. 15 градусов. Включили, вчера еще тепло было. Нет, холодно. Очень холодно? Очень. Как ходите? Ну, очень тепло одеты. В махровых халатах и еще в термобелье. У Шакова. А обращение посылали? Нет. А какой смысл? Весь администрация тоже мерзнет и знают, что это такое. Холодно, замерзаем. Первый этаж вот в старом доме. Очень холодно. Утром встаю, 13 градусов, а мне 90 лет. Мне это, в нижнем тепло. Дождь у меня, брат, забота живет, тепло. Что за безобразие такое? Что за люди такие? Вот. Сам себя жалеет, а старики мерзнут. Пока не включили, но в целом терпимо. Градус 18, наверное, есть. Есть. Включили? Да. Это в новом районе? Нет, в старом здесь. На Шиченке 34. Дом стало тепло? Да, жарко. Глава города отметил, что возобновление отопительного сезона потребует огромных усилий от инженеров и работников организаций, потому что теперь придется приостанавливать ремонтные процессы. Поэтому подача тепла в квартиры Сарова может затянуться на неопределенное время. Для вас опрос подготовили Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.